зум подкаст меня слышно всем привет с вами еженедельный зум подкаст зум подкаст викли и я его ведущая юлия белинская и вероника гаврилюк мы ведем этот подкаст со времен начала и обсуждаем самые важные новости рынка розничной и то что обсуждали кулуарах на этой неделе которая закончилась новостей достаточно много и все они значимые это и выходы киев украину наконец-то спустя 1500 лет это и интернет магазин эпицентра этой потери торговых центров и ритейла и вообще о сегменте лакшери так что много будем рассказывать до зум подкаст мы решили начать с тяжелого люкса шучу убытков торговых центров и ритейлеров по данным украинского совета торговых центров потери за два месяца карантина торговых центров составили 7 миллиардов гривен они включают в себя это потеря от аренды да то есть те кто пошли на уступки то ли полностью отменили аренду или же частично вот у них такие затраты потери прошу прощения и по подсчетам это же этого же украинского совета торговых центров ритейлеры потеряли 50 миллиардов гривен это те ритейлеры которые работают как я понимаю в торговых ну если ассоциации торговых центров да то есть и 50 миллиардов гривен это чуть меньше двух миллиардов долларов правильно ну то есть мы задались опросом это много или мало и поэтому открыли наш госкомстат понятно что данные его спорные но это все что нас есть так вот есть данные за первый квартал 2020 года что оборот розничной торговли за это время составил двести семьдесят три миллиарда гривен то есть потеря за два месяца 50 миллиардов то есть это можно говорить что это достаточно много денег это большой существенная часть потерь большой кусок пирога скажем большой кусок пирога и это недополученный доход как правильно меня научила говорить вероника потому что то есть это то что мы хотели получить но не получили потому что случилось как случилось случился большой факап неожиданный для всех никто к нему не был готов все готовились к кризису но пришел карантин собственно будут только начинается да да кризис только начинается и вот этот два месяца не работы к чему приведет это вот вопрос и еще важный момент киев власти киева не разрешили работать крупным магазином в торговых центрах и крупным торговым центром поэтому а большая часть у сетевиков большая часть магазинов находится в основном киеве и они приносят большие доходы по сравнению с регионами поэтому поэтому потери будут больше по итогам мая еще больше да и если сказать еще по этой теме то компания колер с интернешнл начале мая провела опрос среди ритейлеров они поделились с нами результатами и там много вопросов диаграмм но я расскажу только о том какое падение товарооборота ритейлеры ожидают в первые три-шесть месяцев после карантина да потому что уже очевидно стало что после даже когда замки спадут и откроется то есть вероятность что люди прям так массово а не вернуться делать покупки из-за страха б у них уже на это осталось меньше денег у кого вообще осталось так вот считая что вы вышла икея останется еще меньше на одежду да да так вот 83 процента ритейлеров настроены достаточно пессимистично то есть 51 процент считает что падение товарооборота будет на уровне 20 50 процентов то есть и если два весь оборот или падение именно нет это падение товарооборота но в первый день так и были показатели по данным тоже то есть если 20 процентов ну это конечно много но это еще терпимо как бы с таким падением можно как-то работать и что-то делать то 50 это уже критическое и 32 процента опрошено считают что падение составит более 50 процентов то есть но мне кажется что у нас на моё субъективное мнение что наш бизнес обычно и потребители настроены более пессимистично чем это оказывается на самом деле но еще нужно смотреть на то среди которых каких ритейлеров если там есть разбивка по сегментам и есть те которые пострадают меньше тех кто пострадает больше да и вот как раз про те кто пострадает меньше а те кто пострадает больше мы все-таки поговорим про тяжелый люкс зум подкаст просто интересный вообще рынок люксовых товаров то есть он в объеме большой клиентов там много да потому что люкс это там для состоятельных людей этого мира да этот рынок то есть их немного как мы знаем но они покупают обычно на большие суммы на большие чеки и вот у нас на нашем канале на наших каналах вышла программа бизнес чат нашей коллеги людмилой будиной я рекомендую тоже погуглить или посмотреть или мы даже поставим в рекомендованное видео в конце этого плашечку и там интервью давала владелица интернет-магазина люксовой одежды речи юа и на бачурина мы давно уже знаем общаемся то есть она один из игроков этого рынка один из пионеров именно онлайн ритейла в люксе да потому что это такой тоже был сегмент который тяжело переходил в онлайн потому что еще были вопросы можно ли продавать за 10 тысяч долларов сумки в интернете вот и она то есть поведение этого рынка обычно отличается от всех остальных и мне что понравилось что она сказала чтобы я отметила что рынок люкса это рынок социальных сигналов то есть ты покупаешь какую-то дорогую сумочку или что-то да какой-то узнаваемый там дорогой ремень или туфли или что бы то ни было да за большие деньги ты таким образом хочешь что-то сигнализировать обществу но ну то есть социум потому что ты выходишь в свет она говорит что сейчас но мы столкнулись с такой ситуацией что даже ну вот у клиентов деньги есть но куда им одевать эти шпильки куда им носить эту сумочку то есть ну просто но вот социума куда это можно вынести показать его нет просто и поэтому то есть они бы ну они бы могли потратить деньги потому что опять же инна бачурина сказала что средний чек у них не изменился не сократился 150 евро кажется до 150 евро это да средний чек ну то есть по категории по моему аксессуаров потому что по разной да то есть для одежды это было бы немножко маловато да и поэтому ну как бы поскольку нет социума то и продажи упали вот поэтому этот люкс вот интересен ну такой особенности мне показалось интересно я поделилась хотя она опять же рассказала интересный факт я тоже об этом читала что акционные дома там сводбис и прочее они начали продавать на аукционах дорогие украшения ну то есть которые эстимейт их оценки по сотне тысяч долларов могут быть и люди начали разгребать и они начали покупать их на аукционе даже перед перед этим не приходя и там несмотря ни разу не щупая мне кажется это говорит о том что людям захотелось ну вот как-то развлечься расслабиться с помощью каких-то покупок вот поэтому мне кажется еще показать самому себе что я могу то есть у меня все хорошо мир нестабилен некий кризис но для меня стабильность это я могу потратить деньги они у меня есть они у меня есть я могу их потратить и да поэтому вот такой интересный люксовый рынок но я думаю что он ну то есть восстановится достаточно быстро после по крайней мере открытия каких-то красных дорожек ресторанов но не знаю куда-то нужно это ходить показывать зум подкаст и мы переходим к следующим нашим новостям недели нашим невшим самым главным это открытие икея но только не флайна а только интернет-магазина ну даже вот этот вот только звучит как принижающий но на самом деле извините кошка вазит у меня не знаю что с ним сделать так вот только звучит принижающий но на самом деле икея выходила еще там когда президентом был кучма встречалась официально там руководители икеи с президентами обсуждали о своем выходе разговаривали с восемь икеева о том чтобы 20 лет в обед ну может быть да слушай 20 лет но чуть-чуть меньше чуть-чуть меньше так вот значит двадцатка двадцатка и икея наконец-то вышла до этого последние годы звучало очень много сообщений в сми что вот они уже выходят вот сейчас а сейчас нет а вот сейчас вот сейчас а вот сейчас наконец-то мы а вот сейчас дождались так что сейчас на сайте интернет-магазина один из пользователей фейсбук написал что он делал заказ оформлял его 53 минуты потому что такой наплыв сейчас покупатели на сам сайт что он просто не справляется виснет оформление заказа потом виснет куда его отправить вот сейчас сайт не справляется с вот я я вам хочу сказать на самом деле что такое сила бренда то есть мы видели уже это свечи дэм и мы видели уже ну и вот мы теперь будем сейчас наблюдать это с икея что вот люди влюбляются в бренды даже которые не представлены там у нас да вот они вот влюбляются в них и хотят именно их и и то есть я желаю всему бизнесу который нас слушает и смотрит вот стремится к этому чтобы у тебя была армия поклонников еще до того как ты объявил о запуске еще одна примечательная деталь и она интересна как и для потребителей так и для другого бизнеса икея сотрудничает здесь по доставке товара не снова почты как все привыкли да что кто-то выходит и он будет сотрудничать с одним из лидеров рынка это давайте скажем с лидером рынка на рынке и коммерс это новая почта но нет икея выбрала себе в помощники юля поможет мне с названием да компания называется дб шенкер но дб это был тибан шенкер это логистическое одно из логистических подразделений вот если верить в углу они находятся в селе белгородка киевской области дп шенкер ты имеешь ввиду представительство скорее всего да 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 ну конечно вот и интересно что вот компания она себе выбрала партнера понятного ей и знакомого по ну как бы по другим работе другими рынка рынка да то есть это немцы вы если были в германии мы покажем вам логотип на видео как выглядит дб дочь и банн шенкер да то есть ну интересно что они то есть не им нужен не лидер а кто-то кто наверное выполнил их требования к качеству потому что мы посмотрели что доставка у икея не очень дешевая сколько стоит если до по украине по всей украине если до 15 килограмм это 100 гривен до 30 килограмм теперь вспоминаю кажется там 400 кажется там 400 вернее 600 да гривен сейчас я вам скажу точно прошу прощения так вот да до до 30 это прошу прощения 150 гривен и от 30 килограмм до 1000 килограмм по украине это 1600 гривен и по киеву это 700 гривен ну если учесть то что минимал минимальная сумма заказа у икея по новой почте доставки это 60 гривен то разница в 40 гривен мне кажется существенно учитывая то что вы можете заказать какой-то не небольшой товар ну то есть они сказали тысячи килограмм это тонна то есть это ты же если ты будешь вести себя целую комнату там шкафы комоды еще что-то то я не думаю что таким загрузовым даже такси окажется дешевле тебе пригнать его к магазину загрузить и отвезти ну там написано от 30 то есть если мой вес превышает товар который я превышает даже 31 килограмм или 35 то плати 1600 500 килограмм плати 1600 мне кажется здесь немножко несправедливо ну немножко да но вот это как раз о том что себе могут позволить лидеры рынка и сильные игроки то есть вот вы нас так ждали вы нас так любите мы там не получите распишитесь вы не будете стремиться ну мы не будем стремиться сделать для вас сильно дешевую доставку мне кажется они будут пересматривать потому что ну я бы возмутилась и попросила бы оперить мне ножку если бы она там там как ножка какого-то шкафчика превышала бы помогла бы мне скинуть ниже 30 килограмм я бы ее сама где-нибудь там приключила нашла ну это шутка конечно но дороговато ну вот и посмотрим зум подкаст и эпицентр это один из конкурентов икея почему один из конкурентов у них есть дом мебели он входит в их торговый центр эпицентр они начали усиленно заниматься фулфилентом это склады которые работают на под интернет торговлю под интернет торговлю да вы знаете что эпицентр есть со штучными товарами они работают да склады работают там большие палеты упаковки там всего это одна система а если это поштучные какие-то товары которые нужно розничным клиентам упаковать по упаковкам то это совсем другая работа и вот она называется фулфилмент и вот интересно что у эпицентра уже был фулфилмент он был на территории их бывшего торгового центра в Киеве занимал 20 тысяч квадратных метров им этого уже стало мало почему может быть это связано с тем что они уже занимают второе место по количеству заходов на их сайт по итогам апреля после розетки но разрыв очень существенный но все равно то есть они сместили алло они сместили мейкап и сейчас они занимают второе место цитрус всех тех кто занимается бытовой техникой в общем да они теперь на втором месте но это по итогам апреля посмотрим как год покажет сейчас они открывают огромнейший склад на 73 тысячи квадратных метров на территории своего логистического центра в ПГТ Калиновка это Киевская область 73 тысячи чтобы вы понимали у розетки огромный склад у Финента около 60 может быть плюс минус несколько тысяч квадратных метров да крупнейший игрок на рынке коммерческой недвижимости сейчас Дрэгон Кэпитал у них всего складка недвижимости около 300 тысяч квадратных метров то есть 300 тысяч и 73 тысячи почти треть да это говорит о том о серьезных намерениях эпицентра действительно победить розетку ну может быть не так быстро но все равно то есть это ускорит процессы обработки заказов возможность доставлять их быстрее то сейчас что-то будет наконец-то и ура я как пользователь интернет-магазина эпицентр хочу сказать что если у них появится нормальная доставка не за три дня там и у них будет нормальные точки выдачи не в самом эпицентре где по неожиданным причинам может быть человек уйдет на обед или пересчитывать пасу или что-то еще если сейчас они вот потянут вот эти больные точки болезненные точки для потребителя это будет очень вот это будет прорывно я думаю что ими будут пользоваться а учитывая что мне кажется что еще очень сильно нужно учитывать разницу в культурном контексте как я это называю это не потому что я хочу сейчас там обидеть или при кого-то превознести но об этом говорили очень многие и даже Сергей Батридинов всем интертопа в интервью мне говорил о том что традиционный флайн он достаточно консервативный а онлайн бизнес то есть он там по-другому мыслят и собственники и команда там по-другому внедряются изменения то есть это как бы ну то есть другой подход если грубо говорите поэтому просто мало только фулфилмент построить и даже там оборудовать его то есть это еще вопрос ну ценности мне кажется потому что розетка смогла там наладить и быстрый там и быстрый сервис и информирование и так далее и так далее поэтому они вырвались вот так вот вперед и никто не может ну там их догнать объективно хотя все стараются и это не вопрос наверное только денег и фулфилмента но то что они идут на этот рынок серьезно ну то есть это точно об этом свидетельствует да ну и нужно еще напомнить что у эпицентра они развивают интерспорт это магазин спортивных товаров и они активно его развивают у них есть эпик это детские магазины у них есть теперь отдельные магазины шопеншоп это бытовая техника электроника мебели мне кажется что вот сейчас они будут на этом фулфилменте обрабатывать заказы не только эпицентра самого и медустроительных материалов ну и других своих подразделений всех товарных групп да хорошо на сегодня все спасибо что послушали нас или посмотрели ставьте нам лайки мы все считаем все комментарии перечитываем делитесь с друзьями и да давайте обратно связь счастливо спасибо пока зум подкаст